США нарываются на жесткий ответ от Китая, но и дня без него не проживут Политика Китай 7 июля 16-12 США нарываются на жесткий ответ от Китая, но и дня без него не проживут Отношения с Россией для Америки вообще ничего не значат Антон Чаблин Комментарии в просмотров 8341 Фото, AP, ТАСС материал комментируют Сергей Мстиславский Три главных жертвы американских санкций Россия, Китай и Иран объединяются в военно-политический и экономический союз, чтобы сообща противостоять американской гегемонии Перспективы стабильности нового миропорядка в таких условиях, когда Вашингтон рассорился уже со всеми, включая вчерашних союзников, крайне зыбки Трамп ударил одновременно по Пекину и Москве Во время недавней прямолинии Владимир Путин сравнил введение американцами импортных пошлин в отношении китайских товаров в начале 2018 года с санкциями против России Их общая цель, по мнению президента, искусственное сдерживание социально-экономического роста обеих стран Между тем, американские санкции приводят к прямо обратному эффекту Государства, которых Вашингтон причисляет к оси зла, а в их числе и Россия и Иран, солидаризируются друг с другом для противодействия внешнеэкономическим ограничениям В частности, Москва на днях сделала официальному Пекину предложение о закупке современного вооружения и военной техники российского производства, в том числе дополнительных партий и истребителей Су-35 По крайней мере, об этом сообщает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Китайский военный эксперт Фуд Синьшаа не сомневается, что эта сделка будет иметь далеко идущие последствия Она, во-первых, позволит привести к модернизации стареющего флота китайских ВВС, а во-вторых, позволит привлечь дополнительный персонал В целом эта сделка продемонстрирует усиление военно-политических контактов между Китаем и Россией Кутинское поколение не видит будущего в России и презирает чиновников Нынешняя молодежь четко ориентирована на Запад и разочарована в госслужбе Сделка по покупке 24 истребителей была анонсирована Пекином еще в 2015 году А о ее завершении Москва объявила в прошлом апреле После этого американский Госдепартамент объявил о готовности введения санкций в отношении Центрального военного совета Китая Еще один повод для санкций приобретения Пекином ракетных системы С-400 Сейчас уже не принято вспоминать, что одновременные санкции против Москвы и Пекина стали первым случаем применением федерального закона США о противодействии противникам Америки посредством санкций, которые Дональд Трамп подписал еще в августе 2017 года Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин обещают вести больше внешнеторговых операций в своих национальных валютах чтобы минимизировать зависимость от доллара США, а также интенсифицировать совместные инфраструктурные проекты в рамках программы «Один пояс и один путь» Персидская ставка дороже, чем жизнь Американцы подталкивают к более тесным контактам с Россией и Китаем также и Иран, которому Дональд Трамп угрожает введением новых санкций Собственно, это уже происходит В мае Пекин, обходя действующие американские санкции, купил сырую нефть у Тегерана, который, в свою очередь, импортирует российские сельскохозяйственные товары в обмен на сырую нефть Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Навак Американские санкции направлены на то, чтобы нанести ущерб широкой общественности, особенно уязвимым людям Они вредят бедным больше, чем богатым, больным больше, чем здоровым Младенцам и детям больше, чем взрослым Заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджитах Траванчи Видимо, под этим заявлением сегодня могут смело подписаться жители и других стран, попавшие под гнет американских санкций в первую очередь, России Но опасность объединения жертв санкций противников в единый антиамериканский фронт не пугает Вашингтон Более того, список пополняется, в частности, за счет Индии, в отношении которой в прошлом году США ввели заградительные тарифы на импорт алюминия и стали из Индии Политический аналитик Суд Хармачандра не сомневается, что давление США на Индию, которая является не таким крупным игроком на глобальной арене, имеет вовсе не экономические предпосылки Вашингтон оказывает давление на Нью-Дили, чтобы она отказалась от технологии 5G китайского телекоммуникационного гиганта Хуай Реальная политика не строится на ксенофобии Свободная пресса обсудила ситуацию в глобальной политике с китаеведом Сергеем Мстиславским, приглашенным лектором Российского университета Дружбы народов, РУДН, и Российского государственного гуманитарного университета, РГГУ СП, Сергей Борисович Многие китайские эксперты считают, что американские санкции в отношении Пекина не просто экономический ход, а столкновение двух мировоззрений, культурных кодов, цивилизационных моделей Согласны? Аспект столкновения цивилизаций всегда присутствует в политической повестке Но всегда есть нюансы На мой взгляд, Дональд Трамп всегда ставит вопросы внутренней политики на первое место во всех своих решениях Внутри американского общества свои серьезные противоречия, и Трамп хочет управлять ситуацией, переводя этот межцивилизационный конфликт и спящего в активное состояние На мой взгляд, это искусственная ситуация Аналогичным образом США в свое время реагировали на засилие японских товаров, а потом японцы стали лучшими друзьями американцев на Востоке По сути, нынешнему Китаю нечего делить с западным миром, его развитие идет вполне в русле общечеловеческих экономических ценностей СП, но зачем Трамп, на ваш взгляд, так напористо стравливает США с крупнейшими мировыми игроками, от Китая до России Любому лидеру нужны рычаги для мобилизации общества для решения тех задач, которые лидер считает приоритетными Создание образа врага из ближних и дальних соседей – один из мощных инструментов Хотя он и не без побочных эффектов Конфликт с Китаем – это конфликт со страной, без которой США не смогут существовать ни дня в нынешней экономической реальности Поэтому конфликт носит пропагандистский характер, это не всерьез Всерьез ссориться и прекращать торговлю крайне невыгодно обеим сторонам Напомню, что расцвет Китая начался с визита Ричарда Никсона в 1972 году и восстановления дипломатических отношений с США Америка внесла очень большой вклад в нынешнее китайское процветание Поэтому выбран именно Китай А вот Россия – дело другое У нас с США нет такой серьезной взаимозависимости Кража для Путина, спецслужбы Украины похитили свидетеля по сбитому Бэйн Киев ответил на разговор президента России и нидерландского премьера по трагедии рейса МН-17 СП, при этом на фоне охлаждения отношений с Китаем Американские политики все чаще в публичных выступлениях вспоминают крайне болезненную для Пекина тему Соблюдение прав человека, следование демократическим ценностям Что касается демократических ценностей, то есть пример той же Саудовской Аравии Которая демонстративно попирает эти ценности ежедневно, но это совсем не мешает США с ними дружить И лично Трампу в том числе Вообще, арабы с европейцами не в лучших отношениях с уже почти тысячу лет Но это не мешает США очень лояльно относиться к отдельным представителям арабского мира Например, к Саудитам В особенности в последние 50 лет Но на этих странах как раз и держится арабская цивилизация на сегодняшний день Сирия, Египет и Ливия утратил свои позиции сразу после развала СССР У Китая с Западом тоже есть четы Но китайцы, в отличие от тех же Саудитов, стараются не особо выпячивать свои претензии Что же касается Восточной Азии, то там Сингапур, Тайвань, Корея, Япония Уже в американских друзьях, Вьетнам стал много ближе за последние 10 лет В общем, на мой взгляд, попытка свести все к примитивной ксенофобии Это упрощенчество, недостойное истинного эксперта В жизни невозможно выстраивать политику, опираясь на такие примитивные вещи Новости мира В Совете Федерации прокомментировали покупку Украины нефти из США Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok